Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Абельфаизович Идрисов подписывают план мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел РФ и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2014 год. Казахстан Республикасының сұртқыстер министры Ирлан Абельфаизов Идрисов, Жене Ресей Федерациясының сұртқыстер министры Сергей Викторович Лавров, Казахстан Республикасы сұртқыстер министрлігі мен Ресей Федерациясы сұртқыстер министрлігі арасындағы ұнтымақтастық жөніндегі 2004 жылға арналған ұшарала жоспарына қол қойады. Аплizaалған иәріңіз ұндайсан сұртқыстер министрігі екеуге ұндаймыз ұртқыстер министрігі қатқыстер министрігі ұнтатқыстер министрігі қалғыстер министрігі. Переговоры прошли в конструктивной, доверительной атмосфере, по-деловому. Мы подтвердили приверженность стратегическому партнерству и союзничеству с Казахстаном. Убеждены, что это является важным фактором обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития наших государств и поддержания стабильности в регионе Центральной Азии. Мы констатировали начавшийся процесс ратификации в наших парламентах договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, который был подписан нашими президентами в ноябре прошлого года. Разумеется, обсудили взаимодействие в рамках таможенного союза, единого экономического пространства с упором на выполнение задачи формирования к 2015 году Евразийского экономического союза. Обсудили связанную с этим подготовку соответствующего договора, который идет в соответствии с графиком и близка к завершению. Подробно обсудили ход выполнения плана совместных действий России и Казахстана на 2013-2015 годы. Документ всеобъемлющий, охватывает наше взаимодействие в различных сферах, включая космос, мирный атом, военно-техническое сотрудничество. Договорились сегодня, что наше министерство, как координаторы реализации внешнеполитических задач, будут уделять особое внимание выполнению всеми ведомствами России и Казахстана, соответствующих разделов этого важного документа. Констатировали рост экономических наших связей. Товарооборот увеличился и в прошлом году достиг беспрецедентного уровня 26,5 миллиардов долларов, что почти на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Обсудили ход подготовки к 11-му форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, который состоится этой осенью в Атырау на Казахстанском Каспийском побережье. Тема этого форума в этом году утверждена как «Инновации в углеводородной сфере». Только что подписали план мероприятий по сотрудничеству между дипломатическими службами наших государств на текущий год. Это важный документ. Он развивает традиции скоординированных действий России и Казахстана на международной арене. Это включает и организацию договора коллективной безопасности. Сегодня во второй половине дня здесь состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ДКБ. Просмотрели наше взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, в ООН, в ОБСЕ и других региональных и международных структурах. Обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, иранскую ядерную программу, положение в Центральной Азии. Разумеется, обсуждали мы и развитие ситуации на Украине. У нас общие подходы в том, что необходимо пресечь деятельность экстремистов, помочь скорейшей нормализации обстановки на Украине, поддержать проведение всеобъемлющей конституционной реформы с учетом интересов всех регионов. Мы также, как и казахстанские наши друзья, рассчитываем, что объективная и беспристрастная деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ внесет свой вклад в преодоление украинского кризиса, обеспечит соблюдение прав и свобод всех жителей страны, включая национальные и языковые меньшинства. В целом, мы удовлетворены результатами переговоров, которые подтвердили заинтересованность сторон в поступательном развитии нашего стратегического партнерства и союзничества. Я благодарю своего коллегу за сотрудничество и предоставляю ему слово. Большое спасибо, Сергей Викторович. Уважаемые господа журналисты, я хотел бы полностью присоединиться к тем оценкам, которые озвучил Сергей Викторович. Со своей стороны, хотел бы сказать, что у нас сложилась очень добрая традиция ежегодных регулярных встреч, так называемые сверки часов по нашей очень обширной повестке дня. Мы начали общаться со вчерашнего дня, когда я приехал, и у нас, честно говоря, не хватило времени обсудить все вопросы. Поэтому мы очень удовлетворены глубиной наших контактов и обсуждений. Повестка дня охватывает очень широкий круг вопросов, начиная от вопросов безопасности, глобальной, региональной, политической взаимодействия. И, конечно, сердцевиной наших взаимоотношений является торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Россия наш союзник, Россия наш крупнейший партнер торгово-экономический. Поэтому те цифры, которые назвал Сергей Викторович о нашей взаимной торговле, они, может быть, и впечатляют, но, как констатируют наши лидеры, потенциал еще гораздо больше. Поэтому есть сфера, где наши партнеры должны предметнее работать. И об этом мы сегодня конкретно говорили. И как координаторы двусторонних взаимоотношений будем стимулировать дальнейшее углубление наших отношений. Прошлый год характеризовался многими событиями в наших отношениях. Наши лидеры традиционно активно и часто встречаются, взаимодействуют на двусторонних площадках, на многосторонних площадках. Мы посчитали, по-моему, они встречались в прошлом году за неполный год где-то более шести раз. Поэтому мы намерены продолжать этот уровень взаимодействия. План, который мы подписали в прошлом году, в январе, когда я приезжал сюда, он реализован. В этом году мы ставим задачу поднять наше взаимодействие на более высокий уровень. Знаменательным событием 2013 года стало, естественно, подписание договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Это новая страница нашего взаимоотношения, открывающая широкую перспективу сотрудничества Казахстана и России в новом веке. Знаменательным событием этого года обещает быть согласование подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Это самое крупное событие в нашем календаре. Мы к нему активно готовимся. В конце этого месяца планируется встреча наших лидеров в Минске. И мы ожидаем, что это будет важная встреча, которая откроет дорогу к ключевой встрече в Астане в конце мая, когда будет подписываться и формализовываться договор о Евразийском экономическом союзе. В целом, хотел бы сказать, что у нас есть общее понимание по нашей повестке двусторонней. И, конечно же, обсуждая региональные и международные проблемы, мы констатировали близость и схожесть наших позиций. Мы исходим из прагматичного, здорового подхода к решению всех проблем на основе глубокого понимания взаимных интересов и интересов мирового сообщества. Поэтому еще раз хотел бы сказать, подчеркнуть глубокое удовлетворение итогами нынешних переговоров. Впереди у нас активная совместная работа. Сергей Викторович по традиции принял наше приглашение посетить Казахстан с официальным визитом во второй половине года. И мы постараемся сделать этот визит предметным и результативным. И, как Сергей Викторович сказал, мы ждем в этом году другого крупного события, 11-го форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Западном Казахстане, будет посвящен важной для наших стран углеводородной тематике. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Казахстанская правда, прошу. Добрый день. Ольга Казанцева, собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» в Москве. Господа министры, в свете грядущего подписания договора о Евразийском экономическом союзе планируется ли упрощение миграционного режима между Казахстаном и Россией по типу того, который существует между Россией и Беларусью в рамках союзного государства. Спасибо. Я, наверное, начну отвечать на этот вопрос. В принципе, порядок передвижения наших граждан сейчас, даже не имея этого договора, очень благоприятный. Поэтому с подписанием и вступлением в силу нового договора, я думаю, атмосфера еще будет более благоприятной. Поэтому мы не предвидим никаких проблем в этой сфере. Я согласен. И, в принципе, формирование Евразийского экономического союза предполагает обеспечение четырех свобод. Свобод перемещения капиталов, рабочей силы, услуг и товаров. Так что мы исходим из того, что режим миграционный будет еще более благоприятным и максимально комфортным для наших граждан. Спасибо. Информационное агентство новости, пожалуйста. Одну секундочку. Хабар, секунду. Российская сторона. Реа Новости, пожалуйста. Ольга Денисова, Реа Новости. Накануне, Сергей Викторович, вопрос к вам. Накануне ВМС США продлили срок пребывания своего эсминца в Черном море и намерены увеличить военное присутствие, направить туда дополнительные ресурсы. И также командование НАТО заявило о намерении расширить военное присутствие в Восточной Европе. Как это соотносится с призывами и США, и НАТО к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине и была ли Москва уведомлена об этих планах? Ну, что касается Черного моря, то есть конвенция Монтрё, которая вводит абсолютно четкие критерии, ограничивающие нахождение военно-морских судов иностранных, не черноморских государств, как по тонажу, так и по срокам пребывания. И мы обратили внимание, что в последнее время американские военно-морские корабли пару раз продлевали свое пребывание за пределы установленных сроков, при этом продление не всегда вписывалось в те правила, которые существуют в рамках конвенции Монтрё. Мы обратили на это внимание и американской стороны, и, конечно же, Турции, как страны-хозяйки проливов. Исходим из того, что все положения конвенции должны неукоснительно соблюдаться. Будем за этим следить. Но что касается планов наращивания военного присутствия сил государств НАТО на территории членов этого альянса из числа восточных европейских государств, то, безусловно, мы также исходим из того, что в отношениях между Россией и НАТО тоже действуют определенные правила, включая Римскую декларацию, включая основополагающий акт Совета России и НАТО, в соответствии с которыми не должно быть постоянного военного дополнительного присутствия на территории восточноевропейских государств. Мы также адресовали соответствующие вопросы Североатлантическому альянсу. Ожидаем не просто ответа, а ответа, который будет в полной мере основываться на уважении согласованных с нами правил. Спасибо. Информационное агентство Хабар. Прошу. Руслан Аслан, агентство Хабар. Россия и Казахстан договорились реализовывать совместно космический проект «Байтерек» на основе ракеты-носителя «Зенит». В связи с ситуацией, связавшейся в Украине, насколько эти планы, не потерпят ли эти изменения планы? Североатлантический, позвольте начать на этот вопрос. Хочу сказать, что «Байконур» и «Космос» всегда неизменно находятся в разряде приоритетов нашей двусторонней повестки дня. Конечно же, мы сегодня очень подробно обсуждали ход реализации дорожной карты по нашему космическому сотрудничеству. Проект «Байтерек» – очень важный проект. Он задумывался и начинался определенное время назад. Сегодня мы констатировали, что этот важный проект должен продолжаться. Наши космические агентства взаимодействуют. И есть у нас общее понимание, что нынешняя ситуация в Украине никак не должна сказаться на реализации проекта «Байтерек». Я исхожу из того же, мы эту тему сегодня обсуждали, и в целом по «Байконуру», и в том, что касается конкретно проекта «Байтерек». Ни Россия, ни Казахстан не планируют каких-либо изменений в реализации проекта «Байтерек», в том числе, что касается перевода его на использование ракеты «Зенит». Спасибо. Информационное агентство «Блумберг», пожалуйста. Генри. Добрый день. Это вопрос министру Лаврову. У меня два вопроса, вернее. Первый. Не могли бы прокомментировать ход внешней конституционной реформы на Украине? Насколько, по вашему мнению, авторы новой конституции стараются обеспечить интересы и право всех регионов этой страны? А второй вопрос. Вчера руководители НАТО сообщили о том, что Россия не выводит свои войска из границы с Украиной, хотя такое обещание было сделано в ходе телефонного разговора между президентом Путиным и канцлером Меркелем. Не могли бы это прокомментироваться? Спасибо. Что касается последнего телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель, там прозвучало необещание в ходе этого телефонного разговора. Наш президент проинформировал канцлера Федеративной Республики Германии о том, что по завершении проводившихся в Ростовской области учений, один из участвовавших в этих учениях батальонов вернулся в место постоянной дислокации в Самарской области. И по мере выполнения задач, которые стояли перед участниками учений, другие подразделения также будут возвращаться в места своей постоянной дислокации. При этом обращаю ваше внимание на то, что в отношении перемещения воинских подразделений Российской Федерации по территории Российской Федерации каких-либо ограничений не существует. И наши западные партнеры признают, что в правовом смысле здесь никаких проблем не возникает. И я бы не стал эту тему раздувать, как пытаются делать и нынешние украинские власти, и их покровители на Западе. Мы считаем, что если вводится такой термин, как деэскалация, то не надо заниматься наращиванием риторики. Прежде всего необходимо деэскалировать риторику, которая сейчас зашкаливает и выходит за рамки разумного и лишний раз наводит на мысль, что те, кто этим занимаются, серьезно оторвались от реальности. Что касается конституционной реформы на Украине, мы убеждены в том, что ее нужно проводить, нужно проводить всеобъемлющим образом, открыто. Напоминаем и о том, что конституционная реформа в качестве неотложной задачи была записана в соглашение 21 февраля, под которым подписались господа Яценюк, Кличко, Тегнебок и министры иностранных дел Германии, Польши и Франции. И на днях в Веймаре состоялась встреча этих трех европейских министров, на которой они приняли заявление, подтвердив актуальность соглашения 21 февраля, включая конституционную реформу. Мы слышали в ответ на наши призывы утверждение наших коллег в Европе, в Соединенных Штатах, да и в Киеве о том, что конституционная реформа уже начата и что еще где-то в начале марта Верховная Рада создала некую специальную комиссию по конституционной реформе. Но наши попытки услышать, чем же она занимается, пока ни к чему не привели. Мы убеждены, что для того, чтобы конституционная реформа была не косметической, а по-настоящему всеобъемлющей, а именно это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию на Украине и преодолеть глубокий внутренний кризис, в этой реформе должны участвовать все, без исключения регионы, с равным правом голоса. И во всех наших контактах, включая предлагаемые нашими партнерами контакты с участием России, США, Европы, с подключением украинцев, мы будем настаивать на том, чтобы нынешние власти открыто и честно пригласили все политические силы и все регионы к участию в конституционном процессе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.